В этом году погоду совсем не балует жителей Тверской области погожими деньками. Постоянными гостями в регионе стали ливневые дожди и ветер. Минувший июль, который, казалось бы, макушка лета, превысил норму осадков, а среднесуточная температура была ниже нормы. А что готовит нам третий месяц лета? Даст ли август последний шанс тверичным искупаться и позагорать под горячим летним солнцем? Лето Верхневолжи в этом году совсем не радует жителей Тверской области. Затем прохладный июнь, затем сырой и дождливый июль. Вроде бы как и макушка лета. По всем законам жанра должна стоять жара. Но многие так и не открыли купальный сезон. А вот прокатиться по некоторым городским улицам на лодках возможность была в последние дни июля, когда выпала треть месячной нормы осадков. Минувшие выходные порадовали жителей Тверской области долгожданными, теплыми, погожими деньками. Зато им предшествовал настоящий тропический ливень, благодаря которому под воду ушли некоторые дворы и даже городские улицы. А что готовит нам, собственно, август? По данным гидромедцентра, если подводить итоги июля, то он действительно получился холодным и влажным, как в целом в ЦФО. Это был третий подожливости в 21 веке июля. Кстати, дождливый второй месяц лета был и в 2020 году. Тогда выпало аж 194% нормы осадков. Приблизительно уже можно говорить о том, что температура у нас получилась ниже нормы. И ниже нормы в пределах 1,5-2 градуса она будет ниже нормы. И по осадкам получилось выше нормы. Наоборот, в последнюю неделю она добавила значительно осадков. И поэтому в пределах, наверное, где-то побольше, где-то поменьше. Но в общей сложности 130-150% мы по области выше нормы осадков получили. Однако лето хоть и перевалило за экватор, но еще не заканчивается. Август, по крайней мере, первая его треть нам обещает компенсировать по-настоящему жаркие дни. Об этом говорят и российские, и тверские синоптики. Первые 10 дней, вот эта декада наша, будет теплее и обычной. Теплее и обычной. И дневные температуры мы к выходным получим в пределах 25-30. Ну а начало следующей недели тоже самое без осадков. И дневные температуры в каких-то районах до 32. Если говорить об осадках, то в середине этой недели возможны кратковременные локальные дожди, местами с грозами. Но в целом дневные температуры будут в пределах нормы 23-28 градусов. Что касается водоемов, то вода на сегодняшний день еще прохладная, около 17-18 градусов. Но всего несколько жарких деньков, и можно будет наверстать упущенную в июне-июле возможность искупаться.